Продолжаем знакомство с TAPAS Video AI, как и обещал тем, кто ставил лайки. Нужное количество собрали. Причем я уверен, что лайки вы ставили не для того, чтобы посмотреть продолжение, с программой-то все ясно, а с тем, чтобы посмотреть на хаос в автомобильном движении Парижа, как я и обещал в конце прошлого видео. В Париже все реально так, как в Москве в 90-е. Круг они проезжают обычно насквозь. Это триумфальная арка, если что. Значит, я обещал рассказать о слоумоушен и стабилизации. Но начнем мы с грейна, то есть стимуляции зерна. То, что раньше, когда снимали на пленку, было злом, а теперь добавляют специально, чтобы добиться киношного эффекта. Выставлять высокие значения тут не нужно, получается грязно, но в принципе вот при таких значениях 3 и 1 получается очень неплохо. Мне прямо сильно нравится, но проблема в том, что вам придется прогнать все ваши исходники через топаз. А это, если вы снимаете полный метр или хотя бы просто хороший клип, займет пару месяцев. Но если соберетесь, то безумству храбрых пою я славу. Причем он, видите, сначала восстанавливает кадр, а потом добавляет зерно. Но если зерно вы можете кинуть уже в монтажной программе, то следующего результата добиться в монтажной программе будет уже проблематично. Хотя я не слежу за обновлениями After Effects, возможно они прикрутили уже какую-то невероятную нейросеть, но в последних версиях, которыми я пользовался, сделать слоумоушен, речь идет именно о нем, на таком уровне было невозможно. Интерполяция кадров, по-моему так это называлось, просто смешивала два соседних кадра и при увеличении скорости в два раза это было еще сносно, а в три и больше полный швах. Здесь эта функция также называется интерполяция кадров. Но тут топаз, такое ощущение, что действительно дорисовывают недостающие кадры, а не просто смешивает соседние. Вот мы ставим увеличение в четыре раза. Напомню, что я выступаю за настройки по умолчанию, но в принципе тут выбор модели. Также не вижу смысла заменять дублирующиеся фреймы, а вот чувствительность, ну или в данном случае, я думаю, плавность, можно поставить побольше. И все. Превью. Тут обработка занимает уже больше времени, чем просто увеличение разрешения и на выходе мы получаем вот такой шедевр. Тут прямо действительно, на мой взгляд, результат чумачичи. Это слоумо. Я вообще не вижу рывков. И это увеличение в четыре раза. То есть если вы снимаете 120 кадров в секунду, а Blackmagic, например, дает такую возможность, то топаз выдаст 500 кадров в секунду. А это такое себе уже видео. Полет пули, наверное, не снять, но простор для творчества это дает. Ну то есть слоумо — это для тех, кто хочет больше, чем выдает его камера. Ну то есть для профессионалов, которые хотят больше. Следующая функция, наоборот, для непрофессионалов, которые не умеют пользоваться штативом. Таких, как я, например. На самом деле умею, но где-то у меня был совсем трясущийся кадр. А вот. Вот так вот все у нас тут. Совсем ходуном. Следующая функция — это стабилизация. Я в общем-то против стабилизации. Когда снимаете с руки, как раз плавное покачивание нивелирует мелкую дрожь. А если вам нужно прямо статика, то пользуйтесь штативом. Но бывает, что надо, и тогда стабилизация. Full Frame значит, что он оставит кадр целиком, попытавшись дорисовать то, что вываливается за края. И это нереалистично, особенно если сильная тряска. Поэтому автокроп. Он отрежет все, что вываливается за края при тряске, увеличив кадр. Ну, собственно, сделав кроп. На самом деле это тоже не механистический, как в авторе или DaVinci. Там он действительно оставляет только ту часть, которая совсем не вываливается. Здесь он все-таки дорисовывает часть. Потому что на исходнике камера ходила ходуном, но он отрезал совсем чуть-чуть. Даже как будто и не отрезал вовсе. Ну и в целом мне, конечно, тоже очень нравится результат. Он не то чтобы зафиксировал кадр. Просто сгладил резкие рывки, а там где посчитал нужным, сделал плавную панораму. Как будто так и задумывалось. И никаких артефактов. Очень хорошо. Хотя я и против стабилизации. Считаю, что об этом лучше думать на площадке. На этом тему Tapas Video AI мы закрываем. Уверен, что программа вам пригодится. Если вы занимаетесь видеопродакшеном, да и для дома для семьи, будет не лишней. Но тему использования нейросети в видео мы наоборот только начинаем. Так что подписывайтесь на канал. А также любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Ваволомов и Теплица социальных технологий.